что давайте арбузик купим еще у меня осталось 150 местных рублей сомов надо потратить их и пойдем купим что арбуз салам алейкум арбузик нужен сколько стоит 50 рублей 1 ну давайте за 50 хорошие выберите мне хороший 111 хорош хороших забирай тоже 50 так вы бы еще взяли а чё нам еще надо взять а груш мы взяли вчера груш тоже не взяли давайте груш и яблочек у нас у меня есть 100 дайте мне на 70 груш и на остальное пару яблок все хорошо спасибо и вам удачи хорошей торговли вам все в общем скинули 150 рублей местных сомов взяли на эти 150 рублей арбуз и яблочки с грушами которые сейчас в дороге будем поглощать круто все погнали дальше нашли еще 50 рублей антона узнать сколько стоит форма сколько помидорки еще подъедем поснимаем чем-то идет диалог тошно чё сколько форма стоит а помидоры давай на 50 рублей пол килограмма формы и на остальное помидоров ты чё их мнешь бери они вкусные все это же не это не яблоки чтобы их мять это ли яблоки-то не мнут а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пробка из фура продавалась Очень много китайцев Смотрите, китайский, 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 китайский Вольво Шведский Да, Вольво Вольво, а те были китайцы Все-таки чувствуется, что граница с Китаем близко Очень много китайской техники Которой строят дороги И просто какие-то фуры И техника всякого назначения Уборочные, мусоровозы Ну и российская тоже есть Все-таки Больше, чем в других странах По крайней мере, те, которые мы уже проехали Посмотрим, что сейчас будет в Таджикистане Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, как я понимаю Карта нам показывает, что мы уже едем по Памирскому тракту То есть дорога от Оша до Мургаба Это уже начало Памирского тракта Круто! В том году мы не доехали с Владой А в этом году с ребятами доехали Поэтому Это, кстати, то практически Из-за чего мы сюда вернулись Из-за Памирского тракта Чтобы поставить галочку, что мы здесь были И посмотреть его И самое главное, показать его вам Поэтому мы на Памирском тракте Впереди у нас 4 или 5 дней Суперинтересных Дорог, видов и пейзажей Памирского тракта Так, это Таджикистан Погнали! В общем, у нас тут возникла маленькая проблемка Всю наличность мы спустили вдоль дороги Когда покупали фруктики И у нас есть только карта Соответственно, мы думали, что мы сейчас слили деньги Перед тем, как выезжать из страны Но мы не успели пообедать И сейчас всего ничего нету За карту Пообедать негде Снимать денег тоже негде Банков здесь нет Поэтому Сейчас, наверное, где-то будем останавливаться И кушать Либо до границы доедем Либо Я не знаю Либо просто где-нибудь на обочине Встанем и приготовим себе покушать Вот А пока Виды не меняются Барашки Барашки Овечки Барашки Как вы слышали, он сказал Фотоаппарат убери, говорит, это ниндзя Ну ладно, ниндзя меня и что-то не знал Переехали через перевал Талдык Наш навигатор нам показывает Что это было Три Тысяча четыреста девяносто метров Над уровнем моря Ну, высота уже, которую мы проезжали Едется хорошо, комфортно Вот Едем дальше Горы, конечно, будут в той долине С которой мы сейчас выехали Боиды просто Там тоже не горы, а скалы Прям такие, конечно, монументальные Очень красивые Куда въехали здесь Вот впереди опять немножко помягче В общем, мы ехали-ехали Восторгались этими скалами, которые в округе И тут перед нами предстала вот такая картина И мы все сказали одновременно Аху Очень хорошо До полного сделайте Дизель, да? Дизель, да Дизель до полного А что это за горы? Памирский трак, да? Че? Памиры? Да А с перевала Лакбайтал далеко отсюда? Я не знаю Так точно В общем, дальше неизвестно, что будет с заправкой Поэтому Сейчас здесь Возьмем наши доллары У нас есть немножко выборов Я уже, если вы помните, с прошлого раза Подготовился Взял их заранее Чтоб были Вот И поэтому Возьмем соточку На нее мы сейчас заправимся И с нее нам дадут сдачу Тысячу возьмем местных сомов А остальное возьмем уже таджикские сомони Потому что все равно они нам там пригодятся Так что вот идем Нормально все? Да Это получается по какому курсу? По какому курсу получилось? Курс 8, это таджикский А местный? Ну, а киргизский? Сома Киргизский 8 Там вот сколько я не знаю Ага Ну ты мне сейчас по какому курсу Ладно, все хорошо Давай, удачи В общем, сейчас мы находимся Вот здесь вот В деревеньке Сарыташ Едем по Памирскому тракту И получается вдоль Кикизл Арт И вот когда мы будем проходить границу Прямо на границе Справа от нас будет Пек Ленина Вот здесь вот его прям видно Высота 7134 метра Поэтому я думаю Что фоточки с видом на Пек Ленина Мы сделаем И вот эта вот заснеженная горная система Которую мы сейчас видели Это, наверное, и есть Как раз Ну, либо начало Либо вот часть этой Горной системы С Пиком Ленина И там на самом деле Еще очень много высоких Вот там есть Пик Спартак 6 тысяч Пик Единства 6600 Пик Маршала Жукова 6800 Поэтому, ну Горная система Такая большая Шеститысячники И семитысячник Получается есть Вот поэтому я думаю Что тут Для альпинистов Просто раздолье Подъезжаем к границе Кыргызстан Таджикистан Сейчас будем проходить Паспортный контроль В общем, то, что тут Подметил Что реально Мы приехали на КПП Вообще никого нету За нами только Вот эта Китай Девушка китайская Или кореянка На велосипеде И все И мы одни Поэтому надеюсь Что сейчас и досмотр И все пройдет очень быстро По крайней мере Мне в это очень хочется верить Продолжение следует... Мургаб сегодня? Нет, корок А, корок, окей Нет, корок Нет, корок Каракул Нет, нет, нет Корок Это после мургаб, мой друг Одну секунду Мургаб Мургаб Мургаб, ой, хорошо Хорошо Мы двигаемся в скорости Да, да Хорошо, вы делаете документарь? Да, канал YouTube Какой? В русском Про путешествие? Да Пут Пут Тин Путешествие 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 Это путешествие Это путешествие 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 Много вещей. Очень тяжелый. И первый день очень трудно. Возможно, она хочет не надо несколько вещей. Возможно, несколько вещей. Да, нет проблем, нет проблем, окей. Вы дадите другим людям в Мургабе, да? Мокап, да. Нет проблем. Что это? Потому что это весело. Это лучше. Нет, нет, нет. Американец? Давай туда, мы сейчас паркинг. Нет, нет. Нет, нет. Спасибо большое, ребята. Она будет выглядеть как ракет. Спасибо большое. Какой хостел в названии? Какой хостел? Я не помню, что название хостела. Грин хостел. Грин хостел? Грин хостел в Душенбе? Да. Когда мы звоним, мы пытаемся звонить Грин хостел. И скажем им. Хорошо. Мы идем в Душенбе на 4-5 дней. И оставим вашу бакет. Спасибо большое. Нет проблем. Спасибо. Это лучше русский и в Киеве. В Киеве? В Киеве. В Киеве нет? В Киеве нет. В Киеве нет? Да, в Киеве. Но мы не хотим называться, как «мень-мень-чинес». Окей, 3-0-10, а мы гангкок. Окей, окей. Окей, окей. Спасибо большое. Нет проблем. Окей, ну так. Подержи пока гитару. Гитару тоже отправляю. Чё, ладно? Чё, реально? Блин, прикинь, она заморочилась. У неё бамбуковый велик. А это чей велик? Я, Чайна. Я? Я, Чайна. Я? Я, Чайна. Ну это реально. Представьте, он из бамбука весь. Это мать в Чайне? Да, это мать из Чайны. Да, Чайна? Это хороший баскал. В Сингапуре. В Сингапуре? Да. В общем, сейчас сделаем общее фото на память и мы едем дальше. И ребятам тоже, кстати, будет полегче. Всё. Спасибо большое. Удачи твоей путешествие. Спасибо. Спасибо, Магдан. Удачи. 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 Мы сейчас сели. В тепло. Включили. Подогрев. Подогрев попперса. И в тепле. Так, у нас уже 1-4 давление. Нужно срочно качаться. Сейчас доезжаем к границу, проходим границу и будем качаться. И первая машина, которую мы встретили здесь за, наверное, час или за полтора часа. Да, это суровые нейтральные дорожники. У них старая ДТшка. Там Т-150, по-моему. И вот они. Вот на этих тракторах, представляете, все. Поддерживают здесь одну заложенную камню. Под коровкой или что-нибудь там у них. И вот так вот они здесь живут без света, без нихрена. Вот он этот перевал. Кызыл Арт 4-1282. Это будет ещё выше, чем мы были на прошлом перевале. Мы продолжаем подниматься всё выше и выше. Новый перевал. Короче, ребят. В общем, расклад такой. На 4200 машина отказалась тянуть. Турбина не успевала подключиться. Поэтому нам пришлось включить понижайку. И вот сейчас на понижайке она едет очень даже хорошо. А так реально просто встала, представляете. Вот даже сейчас газ в пол, представляете. Газ в пол. Вот турбина подключилась, всё, поехали. Турбина не подключилась, не поехали. Блин, конечно, вообще воздух разряженный. Высота у нас сейчас 400 с копейками. То есть это пока самая высокая. А у нас, напомню, будет 4600, по-моему. Поэтому веселуха вообще. В общем, едем, едем, едем. Но понижайки. Держим обороты 2000. Высота практически 4200 метров. Пока это самый высокий перевал, куда мы заехали. Реально очень холодно. Ветер пронизывающий. Температура отрицательная. Фоточки сделали. Вам сказали, что до сюда доехали. Быстро садимся в машину. И валим, 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 валим вниз. Потому что там нас ждет таджикская граница. Пересекаем ее. И мы хотим ездить. Напомню, мы сегодня только завтракали. И ничего еще не обедали. А время уже вечер. Уже 9 часов вечера. Нет. Сколько? 19. 7 часов вечера. Говорю аж, не хватает нам кислорода. Погнали. В общем, мы приехали до границы. Я не знаю, работают они сегодня или нет. И вообще, что дальше делать. Стоп. Остановились. Наверное, нужно заезжать. Ну, будем пробовать, что заезжать. Границу. Такая таджикская граница. В общем, здесь на КПП нет света, только солнечная батарея. Пойду попробовать. Паливно поснимать. Паливно поснимать. Так посвечу, чтоб удобнее. 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 В общем, погранцы вообще отличные. Братаны, как всегда. Сейчас посмотрим, как пройдем таможню. Я думаю, что таможню тоже пройдем нормально. Вот фитосанитарщики сейчас тоже начнут, блин, мзду взымать за якобы фитосанитарный сбор. Дышится тяжело. Здесь высота 4120 метров. Куда ехать? Я вообще не понятно. Куда, блин, чего? А вон к тому домику сейчас подъедем. Нет. Там, наверное, кто-то еще здесь должен быть. В общем, сейчас эти дороги. Да, дорог нету. Народ горного Бадахшана приветствует вас. Въезжаем, как уже говорил, в горный Бадахшан. Надо идти, но не хочу там так холодно. Ладно, пойдем. В общем, это таможня. Пойдем в таможню. Не-не, один зайди. Сейчас эти документации делай. Давайте. Это получается, вы 10 дней здесь, а потом 20 дней отдыхаете? Угу. А сами где, с какого города? У нас с Харога. С Харога? Массажир сколько с вами? Три. Нет, два-два-два. То есть, у нас всего три. По экипаже, а не груз? Личные вещи, да, личные вещи. Все личные вещи. Ну, в общем, это просто анекдот, да. Выписывает бумажку и говорит, брат, 20 сомани. Я говорю, брат, не могу тебе дать 20 сомани. Дам тебе 10 сомани. Он говорит, мало. Я говорю, давай 10 сомани, и я обниму тебя. Я обнял его. Он говорит, ладно, все, давай, хватит. В общем, по итогу мы заплатили таможня, что-то там, 200. 10 сомани фитосанитарный и 10 сомани еще какой-то еще там сбор. Все. Вот так. А с киргизской стороны ничего не заплатили. Итого, получается, на въезд мы отдали где-то примерно две с половиной тысячи рублей. Две шестьсот нужно, да. Ну, там около 100 долларов вообще раньше они меня там заряжали на той границе. Вот. Поэтому едем сейчас. В общем, расклад какой? Сейчас у нас высота 100-200 здесь у них они говорят. Мы все-таки спускаемся до Каракуля, до озера. Это высокогорное озеро около 4000 метров. На нем ночуем сегодня. А завтра поедем, потому что через где-то 50 километров, 57 километров будет озеро Каракуль, а через где-то примерно 80 километров будет перевал Акбайтал, самый высокий перевал, через который мы поедем. 4600 метров и не очень хочется ехать через него ночью. Поэтому мы сегодня заночуем на Каракуле. А завтра мы поедем по Акбайталу, Мургаб и уедем туда дальше. Акбайталу, Мургаб и университет. В общем, мы добрались до озера Каракуль. Это Таджикистан. Высота у нас тут около 4000 метров. Сейчас посмотрим, что показывает. 3775. Показывают мои протреки. Чувствуем себя замечательно. Какое-то легкое. Есть такое ощущение, что высота. Вот как-то она чувствуется, но абсолютно комфортно. Абсолютно комфортно. Сегодня у нас на завтрак вот такое вот суп-пюре. Ну что ты, мы не ели ни хера здесь. Салат из морской капусты, шпроты и фасоль. Ну плюс потом еще будет чай с десертиком. Вот такие вот дела. Так вот и живем. Приятного аппетита, пацаны. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok